Региональная система оказания допомоги пациентам с сердечно-сосудистыми захворываниями у Гомельской области находится на высоком утроне. Так оценивают ситуацию шматликие замежные специалисты, об этом свечать и лишь БВ-показчики. Воголю в 2011 году на базе Гомельского кардиодиспансера было проведено 855 операций на сердце. Для сравнения, усягу неколький год тому гомельские хирурги уготрабили до 270 операций на открытом сердце. Летось их провели каляд 400. Это связано с открытием нового операционно-реанимационного блока, открытием ангиографического кабинета. Количество операций на открытом сердце увеличилось более чем на 50%. Интервенционных вмешательств при острой коронарной патологии почти в два раза. Дякуючи этому, смертность сирот насильництва региону от захворывания в системе кровозвороту знизилась больше чем на 6%. У планах поступово повеличить агульную колькость операций на сердце до 1000 угод. Сучасное медицинское обстановление это позволяет, однако тут возникает кадровое питание. Хирургам стать – это необходима определенная и должная подготовка длительная, а не только материально-техническая база, которая сегодня позволяет у нас проводить самые сложные операции. Для большаякосной подрихтовки кадров медики гомельского кардиодиспансера вывучают в опыт замежных коллег. Межтым опошни у свою чергу означают высокую квалификацию наших хирургов. Такий взаимообмен навыками приводить до освоения новых способов и методов хирургического лечения сердечно-сосудистых захворываний. Я думаю, что в этом году в ближайшее время будут освоены операции при тахаритмиях, выполнении радиочастотной облации, электрофизиологических исследований. Подобный способ набываю все большую популярность у лечения захворывания у системы кровозвороту. Безбольная операция на сердце сегодня и такое махчима. Эти операции делаются под рентген-контролем. То есть эти операции не нуждаются в разрезе. Это малоинвазивная, малотравматичная операция, при которой нет наркоза больной, находится под местной анестезией, контактирует с врачом.